Всем привет! Сегодня мы приготовим сладкие пирожки, в начинку которых мы не будем добавлять сахар. Также к плюсам таких пирожков мы отнесем то, что начинка из таких пирожков не будет вытекать. Итак, начинаем! Добавляем 250 мл теплой воды, 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли, у нас ложка маленькая, мы высыпаем целую, 8 грамм дрожжей, у нас не целый пакетик, так что мы высыпаем целый, и 2 столовые ложки растительного масла, и перемешиваем. Перемешав наши ингредиенты, начинаем добавлять муку. Муки нам понадобится 400-450 грамм. Муку можно просеять, можно насыпать и так, тесто в любом случае получится хорошим, даже если не просеивать муку. Ну все, начинаем потихоньку добавлять муку и замешивать тесто. Замесив тесто вилкой до вот такого вот более густого состояния, мы посыпаем рабочую поверхность мукой, и вываливаем на него тесто для дальнейшего замеса. И вымешиваем его на рабочей поверхности до плотного состояния. Вымесив тесто до такого вот состояния, смазываем нашу емкость, куда мы положим тесто для растойки. Емкость можно смазать маслом или посыпать мукой. Убираем туда тесто и накрываем его, чтобы не заветрило. И оставляем на 1 час. Пока тесто настаивается, мы тем временем готовим нашу начинку. Ну как готовим, это сложно назвать готовкой. Просто берем виноград послаще и желательно без косточек, и отделяем его от кистей. Ну а мы продолжаем обрывать. Винограда нам понадобится около полкило для такого объема теста. Промываем тщательно виноград. Кстати говоря, для того, чтобы найти привычный нам виноград в Турции, продавцам на рынке нужно говорить изюм, так как в Турции такого слова, как виноград, нет. Промыв виноград, оставляем его стекать. Можно прямо в раковине. Прошел час. Тесто хорошо поднялось. Его мы слегка обминаем. И оставим его еще минут на 20, чтобы оно хорошо поднялось еще раз. Прошло еще 20 минут. Тесто поднялось еще раз. Поднялось тесто хорошо. Мы посыпаем рабочую поверхность мукой. Можно смазать маслом, кому как удобно. И достаем наше тесто. Из-за того, что мы предварительно смазали кастрюлю маслом, тесто внутри не прилипло, и мы можем его без проблем достать. Тесто делим на две части. Одну часть убираем в кастрюлю, чтобы его не заветрило. Вторую часть раскатываем в колбаску. Раскатав тесто в колбаску, делим его примерно на 2-х сантиметровые дольки. Ну и начинаем раскатывать тесто. Кому-то тесто удобнее разминать руками, но для нас удобнее это сделать с помощью скалки. Раскатав тесто на одну сковородку, берем нашу так называемую начинку и начинаем формировать пирожок. Возможно, у вас получится более ровный пирожок. А если нет, то вкус при этом не изменится. Пирожки также останутся очень вкусными. Вот такой пирожок у нас получился, а мы продолжаем делать пирожки дальше. Сделав 5 пирожков как раз на сковородку, наливаем масло, чтобы оно хорошо покрыло дно и даже больше, чтобы пирожки жарились в масле. И ставим сковородку на разогрев. А сами продолжаем делать пирожки на следующую партию. Масло в сковородке разогрелось, начинаем выкладывать наши пирожки. Все, процесс пошел. Теперь нужно перевернуть пирожки. Тесто получилось неплохое, пирожки постепенно округляются. Все, пирожки. Первая партия пирожков готова. Снимаем их со сковороды. И выкладываем следующую партию. Пирожки готовятся очень быстро. Буквально по минуте с каждой стороны. Только успеваем делать, выкладывать и переворачивать. Вот такие классные пирожки с виноградом у нас получились. Пирожки получились вкусные и сладкие, а в начинке не содержится сахара. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. Ну а на этом мы будем заканчивать. Всем приятного аппетита и до новых встреч!